Почти 55% избирателей Тверской области приняли участие в прошедшем 1 июля голосовании по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации. Изменения в главном документе страны одобрило абсолютное большинство, около 72%. Таковы основные итоги общенародного плебисцита, который подвел обл. избирком. Голосование в Тверской области проходило на 1155 участках, расположенных в 11 городских, 9 муниципальных округах, 22 районах, а также в 27 местах временного пребывания граждан. Участие в голосовании приняли 571 390 избирателей региона. Это почти три четверти областного электората. С точки зрения активности, районы заметно опередили крупные города Верхней Волжи. Это Анриапольский муниципальный округ с более чем 90% проголосовавших, да, 90-91. Это Ромешковский район, 82-49. Это Оленинский муниципальный округ, 82-08%. Это Пеновский район, 81-55. Это Ржевский район, 80-91. В общероссийском голосовании активное участие приняли все слои населения. Ветераны Великой Отечественной войны, врачи, молодежь, многодетные семьи, деятели культуры, общественники, депутаты различных уровней, руководители организаций и предприятий. На избирательном участке в областной библиотеке имени Горького 1 июля свой гражданский долг исполнил губернатор области Игорь Руденя, который тут же рассказал журналистам о своем личном выборе. Я проголосовал за, и я этого не скрываю, потому что я сегодня, как и многое количество россиян, поддерживаем то, что происходит в нашей стране. Мы помним прекрасно 90-е годы, мы помним начало 2000-х годов, поэтому надо быть уверенным в завтрашнем дне, а для этого мы всех просим прийти и проголосовать на сегодняшнем дне голосования за Конституцию. Особенностью минувшего плебисцита стала его протяженность во времени. Он стартовал уже 25 июня. Вплоть до 30 числа голосование проводилось как на стационарных участках, так и по месту жительства, на предприятиях и в организациях, во дворах многоквартирных домов и даже в садоводческих товариществах. Повсюду соблюдались все меры санитарной безопасности. Участники процесса были обеспечены защитными масками, перчатками, одноразовыми ручками, проводилась регулярная дезинфекция помещений. Тщательно следили и за легитимностью. Ход волеизъявления в нашем регионе мониторили более 6000 наблюдателей. Это представители политических партий, НКО и просто активные граждане. Каких-либо серьезных нарушений в Тверской области не зафиксировано. К нам не поступило ни одной жалобы, в которой бы оспаривались действия комиссий по определению результата, по подсчетам голосов, по подведению итогов и оформлению документов. Я считаю, что это большая заслуга наших коллег, в первую очередь участковых избирательных комиссий. После обработки всех бюллетеней выяснилось, что 71,87% участников полиписцита одобрили поправки в Конституцию Российской Федерации. Эти цифры говорят о том, что абсолютное большинство жителей Верхней Волги проголосовало за нынешний вектор развития страны, направленный на социальную поддержку населения. Эти поправки закрепляют все позитивные события, произошедшие за практически два десятилетия за последних. Это наша территориальная целостность, это сохранение наших традиций, это система ценностей, которая закрепляется в Конституции. Это семья, дети, старшее поколение. Глава региона отметил, что большую мотивационную роль для тверичан сыграла торжественная церемония открытия мемориала советскому солдату, участие в которой 30 июня принял президент России Владимир Путин. Кроме того, глава Верхней Волжья положительно оценил практику многодневного голосования. Благодаря этому принять в нем участие смогло намного больше людей, так как каждый получал возможность выбрать наиболее удобный для себя день. Игорь Руденя подчеркнул, что эту позитивную практику стоит учесть и при проведении предстоящих выборов и референдумов.